Машина будущего, так врачи нового инфекционного госпиталя, называют современную лабораторию. В ней на новом высокотехнологичном оборудовании будут осуществлять биохимические и клинические исследования. В час такие приборы могут выполнить около 400 исследований. Раньше все сложные биохимические процессы врачам приходилось выполнять вручную. Теперь работа ускорится в разы, так как на помощь медикам пришли компьютеры. Мы работали в старом помещении, в старом здании. У нас там больше ручного метода, ручным способом работали. На анализаторах мы не работали. Сейчас у нас современное. Мы очень довольны. Мы уже пробовали, смотрели. По сравнению с тем, что мы сидели в микроскопе, смотрели. Все ручным методом, а сейчас у нас все автомат делают. Новый госпиталь может вместить до 200 пациентов. При этом каждая палата оснащена кислородной подводкой. Все учреждение в целях безопасности разделено на боксы, каждому из которых есть отдельный вход с улицы. Особое внимание уделили и переподготовке врачей. Все они теперь умеют работать на новом современном оборудовании. Ранее такой больницы у нас не было. То есть, если у нас некоторые больницы были отдельные корпуса, то это полностью боксированный корпус. Во время коронавирусной инфекции, значит, мы будем рассчитывать, что сюда будут госпитализироваться пациенты с коронавирусной инфекцией. Когда-то мы доживем, что коронавирусной инфекции не будет. Сюда будут госпитализироваться пациенты с различной инфекционной патологией. То есть, этот больница, этот корпус так и будет работать. У нас есть два рентген-аппарата. Один рентген-аппарат стационарный, один рентген-аппарат палатный. То есть, мы, если тяжелый пациент, мы можем рентген-обследование проводить непосредственно в палате. Еще полгода назад на этом месте был пустырь, а теперь стоит полноценный медицинский комплекс. Губернатор Андрей Бочаров подчеркнул, что ситуация в регионе с распространением COVID-19 остается достаточно напряженной. Поэтому вот в эксплуатации этого объекта дает дополнительную возможность повысить качество оказания помощи больным с коронавирусом и внебольничными пневмониями. Глава региона лично проинспектировал новое медицинское учреждение. В кратчайшие сроки, практически за 6 месяцев, у нас здесь, в Заволжье, была построена современная, новая инфекционная больница, отвечающая самым последним стандартам и требованиям времени. Оборудована всем необходимым, в полном объеме, укомплектована медицинским персоналом, оборудована современным оборудованием, кислородом. Необходимое количество медикаментов находится здесь, да, и средства медиальной защиты. Инфекционная больница на сегодняшний день, особенно в эпоху пандемии, это самое желанное лечебное учреждение, с моей точки зрения, не как политика, а как врача. Потому что оно просто необходимо каждому жителю, если он оказывается в такой ситуации. Хочется верить, что новый госпиталь и современное оборудование позволят снизить нагрузки, которые в это сложное время лекли на систему здравоохранения и весь медицинский персонал.